За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 148 происшествий. Из них 11 преступлений, 10 из которых раскрыто. Привлечено к ответственности 95 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Изъято 7 единиц оружия и 4 боеприпаса. За неделю произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с причинением вреда здоровью недопущено. В целях поддержания правопорядка на территории округа с начала летнего сезона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Навигация». Еженедельно по прибытию грузового судна в Наринмар сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий, транспортных средств и пассажиров. Мероприятия продлятся до окончания навигации. В целях повышения эффективности выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации чугов произрастания растений, содержащих наркотические вещества, на территории округа проводится профилактическое мероприятие МАК-2016. В целях профилактики подростковой преступности с 22 по 23 сентября на территории округа проведено профилактическое комплексное мероприятие «Подросток». Проверено 38 несовершеннолетних, переданы родителям 14 детей, проверено 13 семей. Составлено 15 протоколов об административном правонарушении. В целях профилактики и предупреждения преступлений против личности и имущества граждан в общественных местах, в том числе на улицах, с 24 по 25 сентября проводилось профилактическое мероприятие «Безопасный город». Нарушений общественного порядка не допущено. В целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также пресечения водителями нарушений правил дорожного движения, в период времени с 20 по 30 сентября текущего года сотрудниками отдела ГИБДД на территории округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». В течение пяти дней сотрудниками госавтоинспекции округа выявлено и пресечено 47 административных правонарушений. В рамках мероприятия с водителями проводилась профилактическая и разъяснительная работа. Кроме того, сотрудники отдела ГИБДД вручали участникам дорожного движения памятки, направленные на недопущение совершения дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестное лицо в поселке Искатели незаконно реализует алкогольную продукцию, размещая указанную информацию в социальной сети друг вокруг. В ходе проверки установлено, что гражданин 1993 года рождения доставлял заказ на личном автомобиле, и во время очередной продажи он прибыл на адрес указанной покупателем, где продал алкогольную продукцию. При этом мужчина не имел разрешения на осуществление предпринимательской деятельности. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции изъято около 15 литров алкогольной продукции. Материалы административного расследования будут направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия по существу. В Нинецком округе вновь активизировались телефонные мошенники. Они действуют по схеме «Ваш сын попал в ДТП» и «Ваш родственник попал в беду». Мошенники звонят на стационарные телефоны жителей, организаций и предприятий и представляются сотрудниками полиции. Рассказывают истории о якобы попавших в беду близких родственников, тому, кому звонят и для решения проблем требуют денежные средства. За два дня в поддежурную часть полиции обратились 8 граждан, четверо из которых проявили бдительность и не попались на уловки мошенников. Общая сумма ущерба за два дня составила более 80 тысяч рублей. В связи с тем, что в последнее время по всем средствам массовой информации граждан предупреждают о мошеннических действиях. «При разговоре с неизвестным мужчиной я прекратил разговор, незамедлительно позвонил своему родственнику», — говорит один из заявителей. Стражи порядка обращают внимание граждан на то, что необходимо рассказать о телефонных мошенниках своим родственникам, особенно пожилым. При поступлении неизвестных звонков на стационарные и мобильные телефоны необходимо немедленно прекратить разговор, созвониться с родственниками и убедиться, что все в порядке. Денежные средства переводить и передавать незнакомым лицам не нужно. На стационарный телефон вам звонят и с тревожным голосом сообщают, что ваш родственник попал в аварию, в тюрьму, в больницу или в беду. Из-за него нужно внести залог, штраф или взятку. Не верьте, это обман. Необходимо позвонить родственникам и проверить данную информацию, убедиться, что все в порядке. Вам сообщают о денежном выигрыше по смс-сообщению и предлагают отправить сообщение или позвонить по указанному номеру телефона для получения выигрыша. На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой пополнить счет для помощи детям или получить якобы выигранный приз. При заказе товара в сети интернет, оплаты проезда и путевок на отдых. Убедитесь в достоверности существующего сайта либо интернет-магазина. Вы получили смс-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована. Никогда не отправляйте никаких денежных средств по координатам, указанным в сообщении. Не перезванивайте на номер, с которого оно пришло. И не отправляйте ответных смс-сообщений. Самым правильным решением в данной ситуации будет позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. Телефон банка указан на обороте вашей карты. Вы получили смс или ммс-сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки, программы или какой-либо иной информации. А также в социальной сети вам поступило сообщение с неизвестной для вас ссылкой. Никогда не переходите по указанной ссылке в сообщении. Помните, что перейдя по ссылке, вы можете сами того не подозревая получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека, убедитесь в том, что именно он является его отправителем. В социальной сети ВКонтакте поступают сообщения от друзей с просьбой пополнить счет мобильного телефона либо перевести деньги на банковскую карту на непродолжительное время. Не спешите переводить деньги и помогать другу. Убедитесь, что действительно ему необходима помощь. Мошенники взламывают аккаунты социальных сетей и просят деньги от имени ваших друзей. Будьте внимательны и бдительны. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте внимательны и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова